Воу-воу-воу, Анатолий с тобой! Я ору в Голоссяндрии, потому что я нахожусь в тайном месте, где я мечтал побывать 100-500 лет назад еще. Да, это меховая фабрика. Да, когда ты смотришь видео про профессиональных парильщиков, ты видишь на них какие-то изумительные банные шапки. И я на той самой фабрике, где их делают, тут скажешь, да ладно, это реклама. Это во, не реклама, это вот все по чесноку, как есть, не плевать, что ты думаешь, что там, ну ладно, там проплатили, заплатили. Нет, это моя мечта. Наконец-таки осуществилась сегодня куча аксессуаров банок, сегодня модный показ, ядрить, колотить. Кстати, сразу говорю, все ссылки снизу, и сразу прошу поставить лайса, чтобы это видео могли видеть максимальное количество народов. Ну что, понеслось? Меньше дела, больше слов. Итак, вот она вся красота, и сегодня все расскажем, все покажем. Почему говорю мы? Потому что поможет верховный архитектор Шапок Юля. Она же ведет инстаграм Керрика, но сначала расскажу, что вы видите. Значит, вот эта вот часть, это так называемая и правильно называемая в среде парильщиков спиридоновские шапки. В честь самого Вячеслава Спиридонова, который кучу лет назад на форум-банях внедрял вот эту вот технологию. То есть, все, включая даже самого Владимира Ефремова, носят эти шапки, делают их именно здесь. Они все сделаны из овчина. Дальше. А вот здесь новиночки поперли. Ну, вот эта новиночка относительно стариночка. Это в банных кругах называемая шапка купеческая. Очень редкий экземпляр, как кто-то у кого-то видит эту шапку, сразу просит продай, отдай. Почему все увидите? А вот это новинка 2021 года. Единственное, у кого я видел вот такую вот шапку еще до приезда на завод, это у Смирнова Сергея, да, у Кристины видел, которая директорствует в бане на крыше в Уфе. Идем дальше. Перчатки. Вот это вот перчатки дорогие, а вот эти вот 150-380 рублей. Сами знаете зачем, чтобы хвататься за всякие горячие вещи в бане. Многие пармастера работают вот в таких вот ботинках в длинных, в коротких. Зачем? Они сами напишут в комментариях. Ну и бомбическая новинка, о ней я умолчу, потому что пойдем сначала со старинок. Еще есть всякие красивые жилеты после бани из овчинок, натуральных цветов. Очень много, заходите в инстаграм или на сайт. И мужские есть, и вот такие вот красивые девчачьи. Ну ничего, устроим показ мод. Да. Прежде чем мы начнем показ, давай немножко технических характеристик. Откуда они вообще берутся, шапки? К нам на фабрику поступает выделанная овчина, которую мы красим в разные цвета, которые представлены здесь на стенде. И после покраски строим лекалы на каждую, ну не на каждую шапку. Используем уже готовые лекалы для шапок и шьем очень добросовестно, ответственно для того, чтобы получились такие красивые шапки. Мы шьем их так как из кусков, так и из цельных больших шкур. Поэтому эта шапка намного дороже. А этот вариант подешевле. Но по качеству и по долгоноскости они одинаковые. А как за ними ухаживать? Многие пармастера меня спрашивают, будешь на заводе спросить, как за ними ухаживать, потому что хватает их надолго, но все-таки хотелось бы правильности. Надо их или там воском вощить, не знаю, или как обувь какой-нибудь проходить ваксы и брызгать. Вот так в общем нет, потому что используются они в бане, там влажный сатомный пар. Поэтому просто после бани сушим ее при комнатной температуре, вдали от каких-то обогревателей или батарей. Просто на свежем воздухе? Ну не, можно. Просто при комнатной температуре дома там положили куда-нибудь. А какие иглы вы используете для прошива всех этих вот изделий? Иглы мы используем круглые, поэтому швы у нас долговечные, прочные и служат долго-долго-долго лет. Еще вопрос. А у вас одинаковая толщина меха? Тоже меня просили спросить. Или у всех шапок чуть-чуть по-разному? Нет, толщина меха одинаковая, выстригается определенная длина. Просто на некотором меху полос прямой, а на некотором он немножко кудрявый. Поэтому возможно кажется, что есть разница, но в самом деле ее нет. Просто даже если посмотреть, тут вот если две сравнить, тут вот побольше, а тут поменьше. Или это не критически вообще? Ну если вот края посмотреть, тут поменьше. А, он кудрявый, а это прямой. А разница в тепле, в сохранении тепла есть ли между шапкой с прямым мехом и когда там мех такой кудрявец, кучерица? Не знаю, найдем прямо, чтобы показать. Да нет, одинаковый. Одинаковый, да? Ну хорошо, это хорошо. Так, ну что, а давай сразу и начнем модный показ. Ну что ж, начнем. Снимаю свою шапку. Понеслось, какую предложишь? Я думаю, что... Сразу начнем с боярской. Боярская шапка, она подходит как для мальчиков, так и для девочек на очень большие головы и на средние. На маленькие она не совсем подходит. То есть вот у меня средней паршивости голова, вот так вот она выглядит. Можно ходить по улице, можно ходить в бане, то есть такая универсальнейшая вещь. За счет подворотов она достаточно плотно прилегает к голове. Ее можно раскрутить вот так вот и потом после процедуры высушить. С ней еще можно делать всякие другие вещи, вот так вот ее поджать. Тогда она выходит как банская шапка, вот так вот. То есть это чрезвычайно универсальная вещь в кругу парильщиков. Вообще вот до выхода Буденовки она считалась вообще самой классной, ту, которую отрываются руками. И есть еще проблема огромная. У всех парильщиков, кто использует эти шапки, их просто воруют. То есть, ну, у меня четыре их сперли. Вот четыре спиридоновки у меня сперли. Вот это у меня никогда не сперли, потому что у меня никогда не было. Теперь ты с точки зрения девочки покажи, как пользоваться. Я бы, наверное, ее так же одела. Я посвернула бы. В два раза. В два раза. Да, что лучше. У него вот так. Прекрасно. То есть, все, что нужно, смотрите, она закрывает. В первую очередь, это зона лба, потому что, когда ты в бане, с тебя течет пот. И когда он попадает в глаза, а ты в это время работаешь вениками, это очень неприятное ощущение. Тебе приходится веники отложить в сторону и так делать. Есть еще люди, которым не повезло, как мне, у которых нету бровей, как у Брежнева. Некоторые люди сами себе их еще выщипывают, чтобы потом дорисовать. И у них просто вот пот попадает в глаза. Именно поэтому хорошая банная шапка должна быть в форме шлема или в какой-то другой форме, но не колпаком, который не облегает ничего. В случае спиридонки, ну спиридонка это колпак хороший, там мех впитывает в себя пот. И тоже в глаза не попадает. Дальше. Закрыто уши от жара, то есть они не свернутся в трубочку. То есть, эта шапка и в пир, и в мир. Называется купеческая. Давай возьмем какую-нибудь хорошую спиридонку, старую, добрую. Воу, я люблю гварьку, я уж сам цапну. А ты будешь шаматься, да? Что ты, банофея? Нет. Ну что, вот классическая, та самая, которую больше всего ты, шапка, которую вы видите абсолютно во всех видеороликах, абсолютно у всех профессионалов пара. Вот она вот такая. Тоже можно и в пир и в мир, и в добрые люди ходить в ней. И она вот действительно, посмотрите, видите, зона лба, она тоже пот впитывает, уши защищает. Но она не закрывает вот эти вот зоны. Когда баня невысокая, а человек работает пленниками 20 минут, у него начинают гореть плечи. Поэтому требуется какая-то шапка. То есть, если ты паришься с оливаров постоянно, требуется какая-то шапка, которая будет защищать плечи и спину. Мы к ней еще перейдем. Ну а ты что скажешь, как девушка, не как мальчик, за счет спиридонки. Не стесняйтесь. Скажу, что очень хорошая шапка и универсальная действительно. Подходит всем девушковым мужчинам. Я еще хочу добавить важнейшую вещь. Видите, вот если сравнить с купеческой шапкой, купеческая имеет здесь вот достаточно прямые формы. То есть, вот она более или менее прямая, а эта треугольником сделана. Поэтому та шапка, которая треугольником, она более универсальная. Потому что если у тебя большая голова, она будет вот так вот. Если поменьше, вот так вот. Если маленькая, будет вот так вот. И ты ее будешь вот так вот подворачивать. Вот и все. То есть, спиридоновская это классика вообще. Вечная, по-моему. Ну, а теперь перейдем к шапке. Вообще-то к супер-супер новинкам, которых еще на момент съемки для парильщиков нет. Но есть уже готовые технологические образцы. Но дорогие. То есть, ну не совсем для бани. Тебе под цвет пойдет вот этот. А мне под цвет пойдет, наверное, черный. Посмотрите, какая роскошная вещь. Они сделаны из очень дорогой кожи, дорогой обработки. То есть, это не те простые банны. Это первая партия. Смотрите, какая шикарная, роскошная штука будет. И с дешевой тоже будет. Не переживайте. Накинул. Тут вот застежки есть, можно застегнуть. Если ты паришь столевары, то у тебя плечи закрыты, спина закрыта. А у тебя как? У меня все тоже очень хорошо. Идеально. Вообще идеально. То есть, вот крутись на 360. Видите, здесь все закрыто. Может быть, в моделях именно для банных шапок будет, может быть, чуть-чуть пониже. То есть, чем меньше материалы используются, тем как бы продукция выходит дешевле. А нам нужна именно дешевость. Здесь идет, посмотрите, здесь кусок. Вот этот вот широкий кусок. То есть, это большой объем, дорого. Если можно делать из наборных кусков, это будет дешевле. Если можно сохранить форму спиридоновки, вот эту вот, там же, видите, здесь из трех. Раз, сторона, два, три. Если можно будет сохранить форму колпака, может быть, и форму колпака сохранят. Но главное, мы анонсировали. Керик, он заботится о здоровье парильщиков. Вот. И тоже одень, мультиразмерная. То есть, на девочку, на мальчика, какая, в общем-то, разница. Ну и новинка 2021 года, то, что уже можно купить, это буденок. Держи. Тебе первое. Прекрасная, стильная, очень шапка. Кто-то даже носит ее на улице. Я видел таких. Дай мне поносить. Очень комфортно, не тепло. Не хочется снимать. Оп. И на меня налезла. У меня она на средний череп прямо вот идеально вошла. На большой уже будет не так удобно. Но на маленькую черепную коробку и на среднюю черепную коробку вот прямо идеально. На большую все-таки я бы рекомендовал бы купеческую. Здесь идет закрытие ушей полностью. И по шее с вами, видите, закрытие шеи. То есть очень удобная, полезная штука. Шапка. Особо для тех, кто любит коммунизм, страдает по нему. Вот это вот все. Прям можно на демонстрации, на митинги, на разрешенные ходить. Универсальная вещь. Там Сталина вспоминать. Берию, ГУЛАГ. Господи, как жили хорошо. Но у нас сегодня не геополитический, стратегический эфир, а все-таки банный. Поэтому переходим к следующим вещам. Это жилеток. Я устроил скриптиз. Вот, спасибо. То есть наоборот. Вот такие вот вещи разных размеров. Вышел после бани в отбор. Там что-нибудь сделать. Или просто перепарился. Не соблел банный единый устав. Вот, пожалуйста, есть жилеты разных размеров. Есть на молнии, есть на этих самых пуговицах. Есть яркие, желтые, какие угодно. Но все это тоже наша банная тематика. Клубчики, секунды, тоже, кстати, есть. Вот. Отличные такие вот штучки. Какие штучки серьезные, солидные штуки. Вот. Окун закрывает, талью закрывает. Хороший подарок 23 февраля для мужика. Для девочки на 8 марта не надо слишком дорого. Для девочки я рекомендую все-таки вот такие вот вещи. Это тапочки, которые сделаны также из натуральнейшего материала. Натуральнейший мех. Вот такие вот короткие. Я очень часто видел парильщиков, которые моего престарелого возраста, там, за 47, там, вот так вот. Которые вот носят вот такие вот вещи, потому что в банях тоже ноги перегреваются, если это не проливные полы. И есть еще вот такие вот штучки. Тоже роскошные. Они тоже могут загибаться. То есть, если нога имеет ярко выраженное схождение в этот голеносток, что ли, куда щитывают, как-то там экраны, чтобы не спадали, то есть, вот можно затянуть. Это тоже все наши баны. То есть, я это все вижу на людях, которые из бани не вылезают. Не на простых любителей бани, а именно на тех, кто ходит в баню. Ну и есть еще перчатки. Смотрите, я прям под цвет одеваю. Есть дорогие, а есть дешевые. Вот это вот дорогие тут. Ну, относительно дорогие, ладно, дорогих тут нету. Здесь мех большой, пушистый. А вот эти вот, меха небольшого, немного, он куцый, кургузый, облезлый, но они стоят всего 150-380 рублей. А нам для бани такие вещи нужны. А решением зачем? Чтобы цапнуть, там, закрытую кайминку открыть. Или просто начать уже парить в рукавицах. То есть, здесь вот эта вот часть без меха практически, она очень маленькая, а вот здесь вот с мехом, прям большим, серьезным. Девай, не стесняйся. Ну вот, ну видишь, как? Красота. Вот. Теперь возникает, ребят, вопрос. Вот вы все посмотрели, и хотите понять, чё к чему, чё по ценам. Я вам сейчас открою страшную тайну. Юль, как узнать цены? Где цены-то? У нас на сайте. Батюшки, значит, твой сайт там приотачен снизу. Там же Инстаграм приотачен. Мало этого, говорю вам, если вы зашли в общественную баню и видите пармастера вот в такой вот какой-то шапке, в любой из, то вы смело к нему подходите и спрашиваете, шапки есть на продажу? То есть, они как бы подрабатывают этим делом. Это почетное дело, правильное. То есть, они заезжают сюда, покупают, выбирают, отбирают и продают простым людям, которым понравилась шапка. То есть, ещё раз, вот в Спиридоновке это классика воруемая всеми, да, обязательно шапку ходите дома в такой, да, то есть, в домашней бане, а вот на всякие выездные мероприятия чрезвычайно не рекомендую её брать. Просто стащат. Это 50 на 50. Либо стащат, либо нет. Шансы очень большие. Вот такая вот шапка. Ну, что сказать. Серьёзная вещь. У самого Дениса Хисамова есть такая коричневая, роскошная. Это новинка. А вот это вот, ребят, скоро будет в скором времени. Думаю, уже могут директора бань заказывать эти вещи, позвонить в Керек, спросить, чё почём, отшить какую-то партию вполне будет возможно. Слушай, а вы комплектики никакие, банные не продаёте? Подарочный набор у нас есть для бань. Какие? Он включает в себя банную шапку с передоновку и чай с маслами, аровым маслами. А так, есть ещё комплект варежки рукавицей для бани и шапка с передоновкой. Ну, на этом ролике, я считаю, надо заканчивать, ребят. И быстро, резво ставьте лайсай. Тем самым мы продвинем эту замечательную фабрику. Комментарии любой можете писать, дизлой ставить. Главное, проявите любую социальную активность, потому что об этом месте должно знать, как можно больше людей. Ну, и носите вот эти вот славные изделия, соблюдайте единый банный устав БУЕ, ну, и парьтесь, а не запарывайтесь. Всем лёгкого пара, наверное. Пока.